Компания Алексея Навального, она дала, кроме всего прочего, еще одну такую интересную новость – это возможность народного финансирования. То есть впервые политик обращается не к богатым людям, к какими-то договоренностями политическими, чтобы те финансировали, и не к крупным оппозиционерам, а, собственно говоря, к людям. И это очень интересно. Во-первых, финансирование становится частью компании. Человек, который уже дал какие-то деньги на выборы, он все-таки пойдет и проголосует, чтобы его инвестиции в политика не пропали зря. Во-вторых, это некая абсолютная открытость. То есть все открыто, все видно. И мне кажется, именно поэтому одно из таких направлений удара против Навального, а это было против финансирования. То есть, потому что власть может контролировать крупный бизнес. Она может прийти, там, я не важно, к Кавину, к Абрамовичу, к Дерипаске, к Потанину и сказать им, вот вы не должны финансировать оппозиционеров. И они, так как они ответственны за свой бизнес, они с этим согласятся. Но власть не может сказать то же самое, там, десяткам тысяч людей. И это как бы брешь. Дело в том, что раньше именно с помощью этого рычага, это был один из основных рычагов контролирования политического пространства. Вот. Поэтому Навальный пробил в этой ситуации брешь. Вот. И то, что Жириновский выступил именно, как бы, с такой, с активной критикой, как это так, финансирование компании через Яндекс.Кошельки, значит, Жириновский обычно говорит то, что неудобно говорить власти. То есть он это, он, собственно говоря, озвучил беспокойство власти с тем, что финансирование политики вышло из-под абсолютного контроля администрации президента.